Привет, ребята. Я Джон Селман, оператор-постановщик, и у меня для вас совет, который спасет вашу экспозицию. Очень трудно оценить результат на улице при ярком свете, при помощи одного только LSD-экрана. Многие используют козырьки, электронные видоискатели, или даже накрываются с головой. Но эти решения не всегда надежны или безопасны. Снимая при недостаточной освещенности, вы можете увеличить яркость экрана, чтобы лучше видеть. Но на самом деле камера снимет намного темнее, чем то, что вы видите. Вот какими ненадежными могут быть LSD-экраны. Они работают для композиции, но не идеальны для экспозиции. Так как узнать, что у вас правильная экспозиция? Вот ответ. Это гистограмма. Объективный замер экспозиции камеры. Обычно находится в настройках дисплея вашей камеры. Давайте разберем, как это работает. Левая треть гистограммы показывает тени картинки. Середина — средние тона, а правая треть — светлые тона. Высококонтрастное изображение, как, например, это из третьего человека, будет иметь много теней и светлых участков, но немного средних тонов. А эта картинка из МакКейбой Мисс Миллер гораздо менее контрастна. Поэтому подъем приходится на середину гистограммы на средние тона. Посмотрим на примерах. Вот что происходит, когда мы прикрываем диафрагму. Видите, что теперь пики гистограммы приходятся на ее левую сторону. Теперь снова откроем диафрагму. Теперь в основном показаны светлые тона, которые располагаются больше справа. Снова прикроем диафрагму. Теперь у вас равномерное проэкспонированное изображение. Это и есть гистограмма. Правильная экспозиция обычно выглядит, как подъем или серия подъемов в середине, а плохая экспозиция выглядит, как пик скалы. Посмотрим еще раз на переэкспонированную картинку. Сейчас гистограмма сконцентрирована справа. И мы называем это клипирование, что означает, что мы вышли за рамки диапазона, который может отобразить камера. Мы теряем важные детали. Например, мое лицо, кожа и все эти цвета. Все это теряется, так как мы выходим за пределы возможностей камеры. Допустим, вам нужно конечное изображение с высоким контрастом и недоэкспонированное. Убираем свет. Лучше всего будет выставить правильную экспозицию в камере и подтянуть картинку позже. Но не снимать все темным. Взгляните на два этих примера. Изображение слева было проэкспонировано правильно и затем затемнено на этапе постобработки. А картинка справа была выставлена темной в камере. Обратить внимание на шум и потерю информации. Идея в том, что когда мы снимаем на цифровую камеру, то должны снимать идеальным для инструмента способом. Потом мы всегда сможем поправить в посте. Думаю, лучшей аналогией будет звуковой сигнал. Передадим слово Кевину. Спасибо, Джон. Я покажу то же самое, но на примере звука. Сейчас покажу, вот как выглядит нормальная форма волны. Я выставил уровень записи в соответствии с громкостью моей речи. Но если закричу при этом уровне чувствительности... Вы видите, что мы теряем информацию в крике. Это сплошной кирпич. Это значит, вы облажались. Если посмотреть на форму волны крика, то она обрезана, то есть информация потеряна. Это плохо. И если вам надо записать такой крик, то вы должны уменьшить уровень записи, чтобы получить нормальную полную волну со всей информацией. И уже на посте вы можете снова поднять уровень и получить нужную громкость со всеми деталями, которых заслуживает этот прекрасный крик. Я все, Джон. Надеюсь, это видео было полезным всем, кто старается разобраться, как правильно экспонировать. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, и... Думаю, тут должна быть финальная заставка. Перевел и озвучил Сергей Афонин.